В этом сезоне подрядчикам предстоит выполнить ремонт и модернизацию теплотрасс на 24 объектах. Охвачен и центр города, и отдаленные районы. На 19 участках уже начались подготовительные работы. Завозят материалы, устанавливают ограждения, а на ряде объектов приступили к земляным работам. На еженедельном заседании штаба по подготовке города к зиме ресурсники и их подрядчики отчитались о промежуточных результатах на текущую дату. Отметим, что работы были организованы и в минувшие праздничные дни. Подрядчик вышел, ограждение расставили, приступил к земляным работам. В центральной части города сейчас повышенное внимание. В частности, обновлением теплотрассы активно занимаются на улице Алексея Толстого в районе пересечения с Некрасовской. Рядом гостиничный комплекс. Перед подрядчиком стоит задача уложиться в сжатые сроки, чтобы не нарушать облик города в туристический сезон, надолго не осложнять дорожную ситуацию, но при этом выполнить работы на коммуникациях. В период выполнения перекладок на этом и других участках отключение горячей воды в домах самарцев не планируется. На каждой локации будут смонтированы временные трубопроводы. Временные водопроводы предусмотрены для того, чтобы обеспечить в летний период времени, при выполнении работы по перекладке тепловой сети, обеспечение коммунальными услугами потребителей. К 15 сентября все работы планируется завершить. На объектах, попадающих в зону учреждений образования, сроки завершения работ сокращены. Смотрите, значит, для всех понимания, где есть учебное заведение, значит, мы до 1 сентября должны отсюда уйти. Это однозначно, это подход вообще и по всему городу. Со следующей недели планируется организация выездных заседаний штабов для оперативной отработки текущих вопросов на местах. После модернизации теплосетей будет вестись восстановление благоустройства участков. Профильные службы просят горожан с пониманием относиться к работам, связанным с подготовкой к следующему отопительному сезону, и, находясь рядом с участками вскрытий, соблюдать меры безопасности. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.